Тысячи славянцев выходят на спортивные площадки, стадионы, приходят в спортзалы. Благодаря спорту можно преодолеть все трудности и почувствовать себя уверенным и сильным. Это прекрасно понимают в Славянском районе, где первоочередное внимание уделяют развитию физкультуры и спорта. В этом мы еще раз смогли убедиться, побывав на расширенном заседании Совета по спорту. Наш муниципалитет по праву называют территорией спорта. Славянцы постоянно добиваются успехов в массовом и детско-юношеском спорте. Лучшие атлеты радуют всех своими результатами в спорте высоких достижений. Серьезное внимание к отрасли со стороны властей обеспечивает улучшение ее материально-технической базы. Это придает новый импульс росту спортивных результатов. Ветераны спорта, спортсмены, тренеры, руководители детско-юношеских школ, других спортивных организаций, представители спортивной общественности, все, кто помогает этой сфере, были приглашены в спорткомплекс «Лидер». Здесь состоялось расширенное заседание Совета по спорту при участии главы Славянского района Романа Сенеговского и председателя Совета района Григория Литовки. Открывая мероприятие, Роман Сенеговский отметил, что нам есть кем и чем гордиться в спорте и есть куда стремиться вперед. Вот сколько здесь сидит, ребят, ноги будут нарождены, это 100%. Традиционно. Так что, ну это, наверное, правильно, потому что моральные стимулы никто не отменял. И когда вот гордятся дети наши, взрослые, вот награда от губернатора, вот награда от головы, вот я на краевых соревнованиях побеждал. Ну, наверное, так и должно быть. Начальник управления по физической культуре и спорту Славянского района Александр Прищепа выступил с докладом, в котором подвел итоги работы за 2023 год. Деятельность управления была направлена на повышение мотивации славянцев к регулярным занятиям физкультурой и спортом, развитию инфраструктуры отрасли, совершенствованию подготовки спортивного резерва и спортсменов, добивающихся высших достижений. В 2023 году, в соответствии с планом календарного массовых мероприятий, управлением совместно с физкультурно-спортивными организациями проведу 676 спортивно-массовых мероприятий. Массовый спорт – это доступный спорт, направлен на повышение уровня физической подготовки населения, сохранение развития здоровья и работоспособности, а также служащих средствам активного отдыха. Так, в поселениях и районах работают 15 физкультурно-спортивных клубов. В каждом поселении у нас есть клуб. Клуб этот работает по развитию физической культуры на территории поселения, проводит внутрипоселенческую спартакеаду и участвует в нашей районе спартакеаде. В первой группе зачет был по 20 видов, во вторую группу по 15 видов. Хотелось бы отметить такие поселения, как городское поселение, Убрежное, Боевское, Черноверковское. Спортсмены этих поселений приняли участие во всеми 24 видах программы. Славянские спортсмены завоевали в 2023 году на краевых всероссийских и международных соревнованиях 1161 медаль, что значительно превышает результат предыдущего года. Высокие награды в спортивную копилку муниципального образования внесли спортсмены таких видов спорта, как академическая гребля, тхэквондо, легкая атлетика, спортивная гимнастика, регби, спортивная борьба, адаптивный спорт, бокс, спортивный туризм. Славянский район высоко держит спортивную марку, и для этого очень важно укреплять материально-техническую базу спорта, что и делается. Мы постоянно должны думать о том, чтобы что-то улучшать. Каждый директор того или иного учреждения, как я говорю, каждая комната, каждый угол должен давать эффективную отдачу. Один из примеров, который хочу привести, я считаю, что нам нужно над этим очень серьезно работать, это установка, вернее, организация детского бассейна в нашем Дельфине. И вот подумали, определили, выбрали помещение, где не за большие деньги была установлена дополнительная чаша, дополнительный бассейн для наших деток. Нужная тема? Нужная. После ответов на вопросы с мест и обсуждения имеющихся проблем, которые состоялось в ходе заинтересованного разговора, глава Славянского района поблагодарил славянских тренеров, ветеранов спорта, за то, что идет работа по развитию отрасли. Благодаря поддержке краевой власти в муниципалитете удается сделать многое. Строится, благораживается парк, появляются тут же какие-то спортивные тренажеры. Инициативное бюджетирование тоже, в небольших поселениях появляются какие-то спортивные объекты. Ремонты, какие нам деньги выделяются. Это же личное поручение губернатора, вот, в Куторе-Бараниковском, отремонтировать строение, да, при стадионе, здание. То есть, ну и ряд объектов, которые, когда мы могли гордиться. Вот Анастасиевская построили большой объект, Петровская построили большой объект. И у нас много планов. И вот самая приятная часть важного мероприятия состоялось награждение лучших из лучших. Удостоверение и нагрудный знак мастер спорта были вручены воспитанницы отделения бокса спортивной школы «Триумф», победителю первенства Европы и чемпионки молодежного чемпионата мира 2023 года Карине Коробовой и воспитанницы отделения спортивной гимнастики спортшколы номер один имени Станислава Терентьевича Шевченко Кристине Морозкиной. Мне вручили значок мастера спорта России. Мне очень приятно. Я шла к этому долго. Благодарна тренерам за их труд и то, что они помогли мне. Я надеюсь, что в следующем году у меня все получится. Я также буду выступать и будут хорошие и еще высшие результаты. Благодарностями были отмечены ветераны спорта, лучшие физкультурно-спортивные клубы, поселения, представители всех заинтересованных служб, предприятий, организаций, тренеры и спортсмены. По итогам спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в первой группе первое место занял физкультурно-спортивный клуб «Урожай» прибрежного сельского поселения. На втором – физкультурно-спортивный клуб «Олимп» анастасиевского сельского поселения. С появлением у нас великолепного спортивного комплекса «Олимп». В этом году мы добавили ремонт спортивной площадки на стадионе резинового покрытия. Также для наших жителей. Это все говорит о том, что физическая культура и спорт для анастасиевцев – это не пустые слова. Все время занимаются спортом в этих спортивных комплексах. Мы очень любим футбол. Команда заняла второе место в районе. Мы гордимся нашими спортсменами. Я всегда считаю, что спорт – это жизнь. Спорт – это сила. И спорт надо всегда любить и помогать ему. В номинации «Звезды славянского спорта» 2023 года были награждены 11 спортсменов. Столько же тренеров отмечены в номинации «Лучший тренер года». Главным событием награждения отличившихся стало определение победителей в номинациях «Лучший спортсмен» 2023 года. Это воспитанница спортшколы «Триумф» Карина Коробова, мастер спорта России по боксу и лучший тренер 2023 года, старший тренер-преподаватель отделения бокса спортшколы «Триумф» Александр Водопьянов. Расширенное заседание Совета по спорту стало для всех его участников запоминающимся событием и еще раз показало, что физкультура и спорт в нашем районе продолжают развиваться. Перспективы на будущий 2024 год хорошие. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко. Программа «События». Продолжение следует.